Производство светодиодных ламп Вот на примере нескольких брендов можно лицезреть например рассмотрим 10 ваттные исполнения ну так называемые вот три экземпляра три бренда и внутренности у нас абсолютно идентичны за исключением небольших различий в распайке пленочных конденсаторов на самом драйвере но тут я уже поменял светодиоды немножко в общем один и тот же завод занимается производством вот этого 8 ваттного чуда где светодиоды 100 мА раскачаны на 115 мА быстро сгорают вот ну хорошо что токовый шунт можно легко отрегулировать вот по индексам можно легко определить по маркировке L, A, B или A там и дальше индексы идут вот это были три бренда Titanum Elm и Crystal теперь вот еще один Elm ну тут сняты светодиоды запрессовка была очень тугая этого и проставочной конструкции вот вот наш драйвер плата и я так понимаю обозначение завода производителя это был у нас вот такой товарищ и сразу же берем Osram с похожей очень платой но другой здесь у нас имеется другое количество светодиодов корпусов другое количество но практически идентичное количество кристаллов так как здесь у нас в каждом корпусе два кристалла шесть вольт а здесь у нас три кристалла в обоих случаях скорее всего ток 115 миллиампер точно так же платы скорее всего идентичные но сами светоизлучающие диоды разные соответственно спектр разный и качество света разное что еще хочется отметить здесь у нас тринадцать корпусов одноватных раскачанных а здесь у нас двадцать если я не ошибаюсь да девятнадцать корпусов по два кристалла это получается все последовательно тридцать восемь светодиодов светодиодов здесь у нас тринадцать на три и тоже приблизительно такое же число получается вот здесь вот в остром мы получили тридцать восемь здесь у нас тридцать девять тринадцать на три то есть практически идентичное количество кристаллов и токовый драйвер это в принципе не особо важно напряжение там может быть в пределах некоторых так дальше вот у нас еще одно исполнение осром тот же самый видим индекс ну здесь один заменен светодиод и изменен ток на драйвере открывать я не буду в принципе очень похожая схема то есть везде платы для светодиодов сделаны похожим принципом это одни из самых качественных плат которые в принципе есть одни из самых таких классно сделанных легко разбираемых вот этот особо пример особо крут по моему мнению тоже электрум я такого кстати не видел такого исполнения других производителей но это тот же самый других брендов но это тот же самый производитель здесь элементарно разбирается ламп ну в данном случае я термопасту убрал для так сказать экспоната разъемное соединение крепление двумя шурупами саморезами как угодно здесь трех кристальные светодиоды возможно это не острым конечно светодиоды по качеству скорее всего так как свет очень приятный в основном у светодиодов от бренда осером а здесь мы снимаем плату и под платой в свободном доступе имеется драйвер и он легко отщелкивается так как у нас контактная цоколь выполнен в виде контактной группы такой мы имеем вот такую плату питания и мы можем ее сравнить с брендом ELM что мы видим тот же самый штамп завода ну можно там рассмотреть электролиты платы емкость 6.8 6.8 там дроссель сколько там у него вот с нижней стороны можно рассмотреть две платы ну видно что тут немножко различная обвязка вот но сама идея к сожалению даже даже вот такая конструкция на 15 ватт она греется чрезмерно просто сильно и ее необходимо в обязательном порядке тоже ее мощность понижать то есть но благодаря такому дизайну мы можем разбирать собирать сколько нам думается без каких-либо опасений что что-то где-то замкнет или или пытаться созидать какие-то неизвестные конструкции вот и в самой интересной на мой взгляд недавно приобретенной лампе осром 2700 кельвинов 21 ватт 2500 люмен декларирует производитель здесь точно такая же конструкция но к сожалению данный производитель очень любит заливать компаундом платы питания платы драйвера и в данном случае так и имеется у нас такой случай вот здесь кстати говоря 44 корпуса по 2 кристалла в каждом последовательно корпуса соединены параллельно по 4 группы и последовательно 11 групп последовательно по 4 то есть у нас получается всего 11 12 и внутри там достаточно большой ток это скорее всего вызвано тем что заявляет осром что это диммируемая лампа диммерами обычными для ламп накаливания в принципе если диммировать ее на пониженную мощность то скорее всего она будет служить очень долго и как бы термоконтакт тут обеспечивается но конечно промазано не сто процентов там площади но все таки сделано это очень неплохо очень мне нравится и в самом конце ну я цоколь снял слом здесь вот внутри был расположен таким вот образом драйвер драйвер вот залитый компаундом очень спорное вообще такое решение заливать драйвера компаундом особенно когда лампа не говорит о том что она герметична и супер-пупер для каких-то там условий так как компаунд внутри в очень многих случаях вызывает непонятные поведения в дальнейшем светодиодные лампы после некоторого ее времени эксплуатации так как на месте возле самого восьминожечной микросхемы есть керамические я так понял частотозадающие конденсаторы которые соприкасаясь с поверхностью вот этой вот силиконовой заливки какой-то появляется там кто-ли емкость непонятная ну в общем непонятные происходят вещи и соответственно лампа вот уже несколько таких похожих случаев было с похожими заливками силиконом лампа начинает мигать или наоборот она тускло светится после некоторого времени работы например у лампы осером 9 ватт достаточно древний именно все так и происходит причем контакты везде нормально все проводят потому что было разбирательство почему происходят такие вот случаи это были в германии такие вопросы там я читал на форумах вот лампы осером вот и этот завод и непонятно что это за завод что это у нее за клеймо но вот для например для general electric тоже производит этот же самый завод лампы там внутри также имеется отдельное питание bluetooth модуля то есть там на драйвере расположены 2 как бы таких вот канала питания и поперек платы драйвера расположен bluetooth модуль вот здесь у нас как бы все попроще так как то смарт лампа это у нас вот вот это вот самая 20 ваттная лампа из эпицентра за 200 гривен в принципе красивая дизайнерская вещь но оребрение например как на более древних лампах а там с этих вот евролампов было бы желательно все равно например вот древняя фигня от этого от евролампы причем у современных с гладким радиатором они заявляют 5 лет гарантии но как бы показывает нам насколько все становится хуже и хуже и так что же у нас здесь внутри очень хочется узнать и не хочется повредить ни в коем случае драйвер при этом оставив корпус вот это вот с направляющими в целостности для его дальнейшего эксплуатации я думаю что можно попробовать таким вот методом нехитрых манипуляций аккуратно отделить разные виды герметиков используются ну что ж должно же оно как-то оттуда вылезти чтобы можно было зараза к сожалению пазы не дали нам достать не повредив этот пластиковый корпус но мы можем протестировать спокойно работоспособность благодаря взъему и торчащим выводам сетевого питания кстати говоря токовый шунт ну вот только задающие резисторы где же они находятся так и задающие резисторы это вот эти низкоумные резисторы подключенные параллельно которые создают еще более низкое сопротивление и задают тем самым микросхема понимает какой ток относительно эталонного источника она должна давать я так понял здесь у нас направляющие были внутри направляющих то есть в самом корпусе пластиковом который был с наружными направляющими фиксировался внутри внутри нашей самой лампы имеется внутри направляющие для фиксации платы самой уже в пластиковом корпусе хорошо что она свежая и снимается достаточно легко ох какой тут сложный вот это нас прям совсем капитально развернулись на 200 гривен 200 гривен не зря не зря много всего много всего всякой всячны что же это такое за надо еще смотреть что тут к чему кстати говоря вот именно плохая работа в силиконовом компаунде драйверов вызвано скорее всего какими-то процессами кроме всего прочего вероятно с припоем так как он в этой среде он там получается конденсируется влага может но я не утверждаю но скорее всего что-то такое происходит и платы которые изрядно поработали вот в таких условиях ты их достаешь и там припой весь серый такой какой-то он там возможно пропадают контакты возможно разваливаются эти места пайки ну в общем непонятно но такие вот вещи я видел в платах которые я доставал из силикона и как правило эти платы вообще разваливаются в руках когда они новые вот в принципе выглядит вполне пристойно ну та плата которая у меня развалилась была тоже вот типа электрум но только это было не 15 ватт а 18 да и внутри было все залито силиконом вот таким же серым точно так же внутри было залито да но кстати говоря там не было такого таких штампов вот красивых на самой светодиодной подложке там возможно это какая-то предыдущая итерация того же производителя возможно это другая лампа сделанная в другом месте в китае так как вот тот же титанум который я показывал недавно думал куплю эту же самую лампу по скидке открываю колбу а внутри под ней другая совершенно плата коряво сделанная с светодиодами криво кое-как поставленными ну правда их было на один больше но все равно совсем другое изделие и как к этому по-другому крепился драйвер никакого разъема все на пайке такой зигзагом так оно задержалось за подложку светодиодную в общем у одного и того же производителя одна и та же серия ламп у меня встречалось вообще три разных производителя китайских то есть три разных конструкций возможно один производитель какой смысл делать разные конструкции для 10-ти ватные светодиодные лампочки либо другой эффект когда четыре идентичные лампы под разными брендами продаются вот недавно такое вот тоже было с биомом по моему или леброном светкомплектом и еще что-то такое в общем и там абсолютно идентичная внутри начинка в общем все что можно было достать я достал из этой самой платы можем посмотреть номиналы 80 вольт 120 микрофарад два электролита вот вот так вот и вот здесь вот еще один маленький спрятался 130 ничего себе у него 25 вольт 47 микрофарад емкость не понял а что он делает он что-то вообще делает непонятно он похоже вот его выводы что он запитывает к чему он припаян вообще то есть он просто висит в воздухе или что он делает к нему дорожка ни одна не подходит очень странно ну тем не менее это все удалось очистить и оно работает вот между кстати трехножечным нашим элементом есть вот воздух теперь и оно хоть чуть-чуть ему будет легче ну будем надеяться что тут нужно даже его поставить его ток поменьше ну фиг его знает вот как-то так вот вот название но вот условно то как дальше ... тьет возможно просто надо pinpoint уже ранее разобрали остром сегодня купил электру абсолютно тот же завод китае абсолютно даже печать очень похоже по качеству ну шрифт разумеется разный вот 160 миллиампер но сегодня осталось узнать залить ли там также драйвер компаундом или он там свободно ну судя по весу скорее всего залит кстати говоря заливка компаундом может приводить к тому что сами электролиты очень быстро вздуваются и отвратительно себя потом ведут что также влияет на работу питания и потом лампочка моргает и эти электролиты сдохшие вроде бы даже светодиоды не сгорали вот такие вот вещи происходят достаточно хорошо также тут все промазано термопастой тоже 20 ватт но световой поток то там острому было 21 вот здесь у нас 20 2100 люмен заявляет производитель также какие у бренда вот этого вот где было заявлено производитель лидер сон также здесь мы видим лидер сон вот что интересно на более древней модели которая была залита компаундом у нее другой производитель то есть можем видеть вот хорошо что хотя бы пишется завод китайский как минимум или бренд китайский который якобы производит изделие вот у этого вот замечательного исполнения как правило есть вот такие три ступеньки или две которые нам показывают что это у нас именно этот вот китайский замечательный завод кстати говоря на вот это мы не сделали сверху ну это точно сто процентов есть уверенность что это производитель китайский тот же самый 20 корпусов здесь насколько было 13 3 кристальных там у нас тоже также вот такой вот бренд интересно сейчас покажем так называемый улучшение или ухудшение этих изделий как мы видим раньше было лучше но стоимость у нас в розницу не поменялась и мы можем наблюдать практически почти такую же плату светодиодную вот здесь у нас на 20 ватт 24 светодиода 1 ваттных две группы по 12 штук в каждой группе последовательное соединение и две группы параллельно соединены но к сожалению при выходе из строя одной группы вторая группа точно также слабое звено сразу же сгорит по причине превышения в два раза тока через светодиод так как у нас расчет идет только на сразу на две группы и характеристики взяты максимальные вот этот бренд вот очень интересен не евролампа китайский завод который эффектно заявляет что у них офис в германии но этой украинский бренд вот такой интересный момент я ее уже разбирал пытался поменять шунте значение резисторов и она не захотела работать при увеличении сопротивления там чуть-чуть так как скорее всего вольт напряжение тоже меняется и она не может запускать уже так на такое напряжение что там хитро как-то на все работает и оставил почти чуть чуть ниже топ чем был изначально и что интересно раньше справлялась полностью вот это вот охлаждение этого было достаточно даже для 20 ватт ну как достаточно грелась на 75 85 градусов скорее всего и вообще нельзя было прикоснуться к этому корпусу алюминий силумин какой-нибудь я не знаю чего это сделано но литое изделие чего уж там говорить о запрессованной бляхе какой-нибудь в пластик которая вот так вот так вот свет там вот это вот штучка внутри деталька это кстати тоже достаточно древние изделия было тут даже гордо написано это острым тут понятно все кстати говоря такие сборки использовались 6 кристаллов каждой сборки керамическая сборка но это все убить получаются уже так вот кстати говоря евролам не пишет завод производства он пишет просто окраина страна происхождения китай все больше ничего там нет что же можно сказать про саму плату тоже тот же производитель похожим образом размещены светодиоды два бренда совершенно разные острым и наш бренд я так понял электру здесь у нас 30 30 светодиодов по два кристалла в каждом точно так же здесь они любят использовать вот эти вот 2 кристальные светодиоды острым тоже любят 2 кристальные но острыма нас получается уже квадратные идут сборки я так понял что это что-то типа 35 35 принципе это не особо имеет разница так как монтажная площадка почти не отличается ну что же у нас сверху аккуратно отсоединяем коннекторы надеюсь у нас произойдет да чудо произошло здесь у нас внутри замечательный драйвер ох какая липкая термопаста невероятно липкая даже как-то так как драйвер без компаунда уже как-то обидно что это разобрал ну ладно кстати говоря туша на липкой ему я ничего не сделала 20 ватт при этом у нас вообще неравномерное распределение этой самой термопасты обидно ну как бы этого в принципе скорее все достаточно так как в остальных местах происходит контакт вот но оба замечательно это мой фаворит здесь у нас имеются направляющие и замечательный блок питания или плата драйвера с драйвером распаянным вот верх ногами смотрим вот отлично большое удовольствие разбирать такие изделия по-настоящему качественно сделанные на высоком уровне имеется только задающие резисторы 2r2 2r49 ну 2r5 почти 2 и 5 и 2 и 2 ома в сумме умножить 2 и 2 на 2 и 5 разделить на 2 и 2 плюс 2 и 5 ну я так не посчитаю сейчас предохранитель это все вот это вот дело конечно по сравнению с деммируемым островом там гораздо более сложная схема и здесь у нас уже какой-то другой значок на плате чтобы он назначал без понятия но маркировка абсолютно та же самая что и вот такого вот пациента такая же плата из такого же материала то же самое но плата имеется виду текстолит который используется такие же коннекторы все это у нас уже пошло в привычку для этого производителя в принципе очень удобно для ремонтов для разборки для каких-либо изменений просто взял достал поменял не надо ничего стукать не надо ничего прессовывать при этом термоконтакт не хуже чем у остальных всех ламп вот в принципе если взять вот эту замечательную лампу 20 ватт ну вот такой должна быть 12 ваттная лампа вот так вот она должна была быть сделана единственная разница которая отличала бы эту лампу 12 ватт ну это вот значение тока она бы работала на более низком токе и грелась бы ну не выше на 70 градусов бы грелась ее бы ресурс был больше десяти лет